С вами Михаил, он же Майкер, бла-бла-бла, 2018 год. Лин, 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 Лин. Мы смотрели вчерашние игры, очень такой, солид. Он, конечно, проиграл первую карту фокуса, но потом довольно уверенно отыграл все три остальные. Также, кстати, поступил и Мун, но гораздо более нервно. Он отыграл, проиграл тоже первую карту и три вслед за этим взял. Причем с каждой следующей картой было заметно, что он все увереннее и увереннее играет. Хотя в первой было огромное количество мелких ошибок. Старичок Мун. Орг против Эльфа, в общем, играют. Это первый полуфинал, повторюсь. Второй будет Инфи против Фогича. И там, конечно, будет за кого поболеть. Это точно 2018 год, может, 2008? Похоже, конечно, похоже. И игроки похожи. Только постарше, да, лет на 10. И тут другие стратегии, кстати. Всем привет, первый раз... Что, первый раз на ГГ кто-то написал? Да ладно. Всем привет, первый раз на ГГ. Думаю, пора уже регнуться после стольких просмотров на ютубчике. Это да, это велкам, велкам. Всем, всем мы рады. У нас замечательный чат. Интеллектуальный, как любит говорить, непрофессиональный стример с двумя вышками товарищей у нас. Минимум с двумя вышками. Все, приветствуйте меня. Смайлики какие-нибудь. И пятюлю дали, и... Флэк Сендерд говорит, я на ГГ тоже месяц, может, даже меньше. Ясно. Ну, перетягиваются, перетягиваются. Новые никнеймы. Есть, конечно, старички, которых-то много лет уже просто... Через одного в чатике знакомые. Вот она, сеточка, друзья. Тут, конечно, может... Ее так представили, что нижняя, верхняя часть. На самом деле, это просто две части сингл-эминейшн сетки. Сегодня, как я уже говорил, Лин Мун и Инфи Фоги. Буквально несколько минут назад закончился тренировочный матч Фоги с Хавком. Они... У них значительно меньше было времени на подготовку, потому что... Только вчера стало понятно, к вечеру, что... Ты прошел, как бы, в следующий тур, и твой противник, что самое главное, Инфи. Вот. А к первому матчу с Ла-Ла, и там Фоги... У него было больше времени на подготовку, и... Конечно, такие замечательные игры были вчера. Это... Это просто... Если бы пропустили, прям... Тоже игры на раскачку. То есть, начало такое, что, типа, как, как, Фогич, нельзя же, нельзя. А потом, опа, опа, и победа. И к концу уже так прям... Разными стратами, разными маневрами. Одного из сильнейших игроков мира. Да. Лин возьмет турнир, говорит, Гудман. Такой ты наубас вообще. Нет, это вполне возможно, но... Но к чему, к чему это мнение такое? Так, Нейтроныч и Мико, Фогича... А, Фогича он обыграл, да? В ФСЗ. Да, шансы неплохие. Ласт игра просто на загляденье была. Да, да. Да нет, там все были хороши. И на ТС была отличная. И с баллистами, ну, вторая игра была хорошая. Последняя была... На ТС, кажется, да? Тоже с разводами дирижабля. Стенка на стенку. Я это говорил, что до начала турнира. Это моя аналитика, которая превосходит аналитику Пух примерно на 19% по качеству. Понятно. Так, подчеркали карты. Амазония минус и Твист Мэдоус. Очень часто, кстати, минусует ТМ. Я не обратил внимания, кто вычеркивает системно так. Против кого у Фоги будет легче играть? Против Муна или Лина? Против Муна. Уверен, что против Муна будет. Во-первых, он ему не проигрывал еще. Ну, в смысле, он Лину проигрывал на этом турнире уже. Муна — это зеркалочка. А у Фоги зеркалочка хорошая. Ну, ла-лай, это мы одолели. Я думаю, что вполне реально Муну осилить. Вот Муну, чтобы выиграть Лина, нужно включить того самого Муна. Приблизиться к уровню почти без ошибок. То есть самая большая проблема Муна, на мой взгляд, заключается в вот таком симптоме Соника. То есть он может делать все просто великолепно, прям очень хорошо. А потом взять, сделать какую-то чушь. Или, ладно, это крайность такая. У него вчера была тема, что он просто играл с большим количеством незначительных ошибок. То есть по всему, в первой игре, по всей игре можно было там точно с пятюлю ошибок выделить, очевидных, которые там недоконтролил, мискликнул, забыл, не проверил. Они абсолютно нетипичны для него. Но ту игру, которую мы видели в группе, которую показывал Муну, мне кажется, что это исключительно волнение. Это исключительно психология. Потому что, ну, ничем другим не объяснить. Опыт у него колоссальный. С точки зрения механики, все отлично отработано уже давным-давным-давным-давно с точки зрения микроконтроля. А вот такие вот резкие перепады, это чем это еще может быть? То есть это либо болезнь, которой нет, и которая как бы выздоровел к концу серии называется, либо это как раз психология. Самый большой враг его. Вот, поэтому... А у Лина наоборот. У Лина все настолько четко, что за него ты вообще не переживаешь. То есть да, он может слить, там, как в Ворковском Мироре, там, местами там недоконтролил. Я, на самом деле, довольно плохо разбираюсь в Ворковском Мироре, чтобы там нормально анализировать. Вот, но, в принципе, потом было все очень ровненько. Он фокусы, как и раньше, штампанул без особых проблем. Вот. Опять, да-да-да, комментаторы тоже говорят, как много ошибок он совершит. То есть, все зависит... Вот в этой серии, если мы берем великолепное исполнение Лина без ошибок и великолепное исполнение Муна без ошибок, то я, естественно, отдал бы, ну, сказал бы, что у Муна больше шансов. И из-за текущей мета эльфийской, и, ну, из-за того, что это как бы Мун. Потому что если он делает свою тему по стратегии, великолепно исполняет, то, как правило, нет вообще никаких шансов оппонента. Вот. Проиграть он может как раз из-за глупых ошибок. Ну, мы увидели там Блэйдмастера, мы увидели Кипера Офтэгроу, пока показали, и... и смотрим на предмет. Причатки скорости. Не самый полезный артефакт. Разбегается Блэйдмастер, вы посмотрите, и влево выпускает еще, видимо, Грунцера. Там фанатов показывают справа, китайских. Муна перевернула один товарищ. Покажи нормально. Вот, все хорошо. За Муном многие... А, там Линовские тоже плакаты есть. Там очень небольшая сцена такая. Ну, понятное дело, что все это делается ради онлайна, ради тех зрителей, которые смотрят. Я не знаю, какие там конкретно цифры у китайцев, но должны быть вообще сумасшедшие, учитывая популярность игры в Китае. Ну, и аудиторию, собственно, Китая. О, не трону, отдельный привет. В чатике отметился. Так, пришел Кипер. Любопытно. Любопытно. Блэйд преследует Арчу, у него нет закупки, потому что он побежал сразу после, играя через барак. Кипер спокойно отметит магазин, насколько это критично, учитывая то, что Блэйд уже... Ну, Блэйд зеленый, он выбьет предмет. Да, ему после этого хорошо бы вернуться назад и закупиться. Но я не думаю, что Козел сейчас будет возвращаться на орковскую базу для того, чтобы отменять магазин. Не такая большая проблема. Выпадает Реплэйшмонт Пошин, отличный артефакт, как раз вот под ситуацию отмененного магазина, то есть у него как раз не хватает 230 и 100 маны. Кипер... Энта вызвал... И где он собирается крипиться, любопытно? Да, пропивает сейчас Реплэйшмонт Пошин, как вы видите. На свинью поохотились Арчи. И сейчас у нас Блэйдмастер великолепно преследует Кипера. И... Да, сейчас будет Крипджек. Сейчас будет ловить. Еще Энты, просветка... Добивает одного Мурлока, начинает бить второго, подключаются... Ну, хотя Арчи довольно большое количество. Пять штук, это прям нетипично для... Мурлока убили. Просветки нет. Он, по сути, здесь ничего сделать не может, Блэйд. Правда, подходит сейчас под Креп, и вижу трех юнитов по центру. Но они пошли на север, а потом свернули почему-то. Видимо, решили, что не удастся по... Интересным шоу вообще. Очень интересное место для магазина увидели. Это прям... Буквально в двух метрах от тролля. Выманить, и сразу можно было бы отменить этот магаз, конечно. Выбивает еще один зарядный артефакт. Скорее всего, рассчитывает на варды, потому что это дает очень хороший контроль. Т2, СХ, все хорошо. Иллюзии выпали. Ну, иллюзия тоже своеобразная разведка, конечно, но... Побежал Грант. Грант может, кстати, развести, если его доконтролить, если вести себя как Грант, он может развести на прикопку. Ну, типа, как только ты видишь противника, сразу, типа, убегаешь. Не прокликал героя, кстати. А, увидел, что... А, а... Воу, что?! Ты же... Ты же увидел, что он ударил тебя, а урон не нанес. Ошибка, Муна. Он... Да, он прикопал его. Он прикопал его! Он прикопал его! Он прикопал его! Грант даже не контролили. Он вел себя абсолютно палевно. Он ударил Арчу топором, а урона не прошло, и при этом он все равно прикопал Грант. Что?! Да, будет пуш, будет пуш. Скорее всего... А там талончики, да? С центра талончики. Окей, старое доброе... Ну, я так когда-то играл. Пуш на раннем Т2. Арчеталоны. СХ снизу подстреливает, но иллюзия. Видит сейчас скриппинг, довольно агрессивный. флют. Так. Большой бутылек жизни очень может помочь в пуши, кстати. Так. Сейчас первый талон придет, и ситуацию поменяет. Магазин в первую очередь нужно, конечно, шатнуть. Пытается понять, можно ли перебить лечение, но слишком опасно сейчас лезть внутрь, тем более там лечится только один бедолага. Выходит рейдер. Приличное количество. Тут берсерк еще помогает. Довольно большое количество. О, виспы! Раз. Одного хекс. Осидка. Где талон? Уже должен по таймингу приходить. Алло. Бежит, бежит, вижу. Довольно... Ну, это довольно древняя стратегия. Тут очень много вопросов к исполнению. Как получится? Ну, вроде пока все ровненько у Муна. Талончик приходит. Самое главное это фэрифайр. Ну, что... Да. Осидочка. Может, барак тут надо делать провокационный. Да, делает барак. И понеслась. Прикопка. Очень хороший фокус по Блэйдуну. Есть бутылек из... из Магаза. Арча очень битая. Алхимику нужно бы бутылек. Алхимик, алхимик, алхимик. Алло. И Арча... Да, хил передает. Выпивает. Все равно тяжеловато, потому что здесь... Я не знаю. Мунвелл пустой, Арча битая. Свитка нет. Свиток здесь очень нужен, конечно. Подрезает, правда, одного гранта, получает второй уровень. Начинает лечить. Ту самую Арчу в том числе. Сеточка. Начинает бить. Надо прикапывать. Лечение хорошее, но... Алхимик не выживает. Фокус по Рейдеру, фокус по Гранту. Нет, Мунтут может продавить, кстати. Просветка, фокус опять по... По Гранту, ой, по Гранту, по Блейдмастеру. Да куда? Козлом не танкует. Чего? Что? Серьезно? А почему? Там, видимо, был Амануус, ихи, раз он стелепортировался. Ну, то есть, в принципе, по лимиту он не сильно просаживался. 44-40. Да, герой потерял, но вся армия, кроме козла, была здоровая. Видимо, он решил, что выгоднее ему сейчас выпить Ману. То есть, ТП ему, по сути, не нужен. Ему все равно нужно, как бы, подлечиться и сразу бежать к врагу. Сейчас бы через магазин зайти и купить свиток. Купить свиток будет совсем другая история. Свиток купи. Свиток. Забыл свиток. Блин, вот всему надо напоминать ему постоянно. Там денег не хватало, 229 у него было, когда он пытался купить свиток. Купил свиток, пошел дальше. Вот. И сейчас ситуация 40 на 45. Увидел Мунвелл три талона. Неплохо. Провоцирует. Да здесь нужен предмет просто. Если, например, ему выпадает Скролл оф зе бист. А, Лин красавчик. А, нет, не красавчик. Инвул взял. Что это было? Магазин попытался сделать здесь висп, очевидно. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Блин, это прям майкеры 2004 года. Ой, Скорл за Биаст! Я говорил, говорил, говорил! Один к пяти сработало. Ну, короче, там, правда, нужно его заюзать после того, как вся мана у трех Спирит Волкеров закончится. Вот. То есть ты разводишь на прикопках, он не может игнорировать прикопки на Блэйдмастере, потому что слишком много. Он будет диспелить. А потом, как он додиспелится до того, что у него мана не останется? Можно Бороус, кстати, проатаковать. Ну, зачем-то бьет Бороус. Бороус, я не знаю, зачем. Интересно, там бетон вообще делается, не? Что бы Бороус тут тыкнуть? 50 лимита, нужен танк какой-нибудь. Просто, чтобы строился, провоцировал. Ну, талоны подставляешь, ну, Вась! Да, прикапывает. Смотрите, диспел первый, свиток пошел. Зачем? Зачем так рано свиток? Что происходит? Хорошо, а диспелил, что там у нас по мане у спиритволкеров? Так, много-много еще маны. Надо еще сбегать за свитком. Надо сбегать за свитком. Ну, кстати, довольно шустро Бороус ушатывается. Нулевые арчи, нулевые, естественно, талоны. Тут в другом смысл. Очень поздно приходит Лин на починку. Да тут скорее катапульты нужны для того, чтобы отбиваться. То есть понятно, что ты уже не рашанешь эти строящиеся деревья. Просто за них встаешь, и все, и уже крайне сложно. Ну, это под контролем Арчу. Прикопка. Хороший фокус. Плохо стоит. Барак достраивается. Один... Да, Блейд там очень живой. Его прикапывают. Он пропивает. Инвул! 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 А, крест у него есть, сори. А, кстати, да, он может просто не успеть... Не успеть Блейда увести. Прикапывает... Да, и начинает бить Блейда. Да, там есть Инвул. Да, конечно... Но он очень много потерял, на самом деле, на этом деле. То есть пофиг. Посмотрите на лимит просто. 37-45. До свидания. Ну, то есть, Алхимик, он для этого и нужен, чтобы там... К тому же деревья с... Нэча Блейсингом. Прекрасным. Еще одно дерево пришло, талонновское. И надо идти просто вперед, и все. Пока бетона нет, пока он бетон не сделал. А Мила нет для того, чтобы бетон сделать. Все, сейчас Свиток берет. Может, Инвул возьмет. Инвул взял, в первую очередь. Да, потому что тут единственное, что можно сделать, тыкнуть в Козла. Минус Мун, походу. В смысле, Мун выигрывает здесь. Что за аналитика, Серк? Ну, прекращай. Вот как ему убивать вот эти вот три барака, скажите, пожалуйста. Борусы развалятся очень быстро от магического и пирсингового урона. Повторюсь, у него... Да контроль... Как же криво ты... Талонов подставляет. Что ж ты делаешь? Вот как ему идти, скажите? Так. Минус Бороу. Минус Бороу. Саплай блок. На бараке вообще не вариант лезть. Очень долго, очень долго бьет. А почему Арчи... Виспов очень долго выводит. Но и Виспов масса просто. Они много времени выиграют. Очень хорошо. И не пробиться никак. Смотрите. Стоят прекрасно. Минус еще один Бороу. Время работает на Муна. Там саплай блок. Ты должен дождаться, соответственно, алхимика. Можно еще взять свиток. Можно еще добавить два АОВа каких-нибудь. Из лимита не обязательно. О, пошел этот, фортификейт. Не знаю, почему сейчас... Сейчас далеко-то Корчи эталоны. Отличная возможность, чтобы подбрить одно дерево. Давит, давит. Лин вообще не сдается. Молодец. Молодец. Смотрите, в попытке убить это дерево. Оно забуривается в лес. Не дает вообще... Минус Рейдер, минус Магазин, скорее всего. Надо сейчас окопать вот эти вот бараки. Один рядом с Мэйном, другой где-нибудь на проходе рядом с Магазом. И все. Окопался. До свидания. И вот что делать. Магазин вроде надо было прикрывать. Магазина уже нет. Как умирает Блэйдмастер. Вы посмотрите. А толку, а толку. Еле-еле уходит на втором лечении. Жуть. Я диспелил свою химику. Прикопать два дерева рядом с Мэйном. И до свидания. Просто до свидания. Отрезать. Отрезать орка отсюда. Веспов еще достроить. Желательно, чтобы сюда привезти. И для диспела, и для починки. Все, поставил Ancient of Win. Это Мун. Это, конечно. 50 лимит на 50. Но ситуация, конечно, отвратительная у Лины. То есть он ломиться на эти бараки не может. Просто потому что там косарик хп. 9 армор. Ой, 7 армора, извините. И Веспов дофига. А сзади еще стреляют. Довольно с хорошим... Ну, вот Мун не реагирует. Он решает, что лучше добить... Веспов, опять же, медленно... Блин, вот он ошибается. Что ты... Что? Это что, Соник играет, что ли? Кого он лечил? Он... По Юнитам он... Может, это действительно такое... Уринотерапия какая-то, в стиле Вирдоса? Очень странное решение. Блин, он... Мун зря отдает... Надо вышку отменять сзади. Зря отдает бараки. То есть, ну, не нужно этого делать. Очень много гапши. Есть ли свиток, кстати, у Муна? Такой вопрос. На такую... А, он пошел разводить. Кажется, пошел... Нет. Или... Или в магаз. Может... Может... Нет, нет, нет. Непонятно, что делает Мун. Он вокруг ходит. Потерял пока бору. Магазин просто хотел, видимо. Бегать за орковской армией — это последнее дело. С таким количеством арчей и талонов можно даже тыкнуть в мейн. Будет тоже неплохо. Да, тыкает в мейн. Нет, тыкает в бору. Сзади подходит враг. О, хорошо. Блейд врезается. Свиток лечения первый. Минус один грунцер. Фокус по второму. Лечение идет. Но если... Блейд хорошо ДПСит. Да, но справляет все-таки Мун. У него плюс 10 лимита. Извините. Любая прикопка — это минус бутылек. Блейд, бедолага, вынужден сразу же пить инву. Лечение выигрывает какое-то количество времени, но... Очень битый СХ. Да, с бутылкой маны, правда, но... Блейд хорошо нарезает. Очень хорошо нарезает. И отступает опять Лин. Еще минус один тролль. Большой. А, еще свиток лечения есть у Муна. Ну, это такое. Ну, надо отдать Лину должное. Он очень хорошо держится. Прям очень хорошо. Большинство уборков отдалось на первые, второй атаки на деревья, когда вот на базе это происходило. Он каким-то макаром набегами такими ордынскими. Ну, Мун, конечно, тоже косячит. Посмотрите, что творит. Просто вне позиции абсолютно. Арчи иногда там вытанковывает. Герой черт знает где. К магазину не подпускает его для того, чтобы... Ну, понятно. Сейчас опять... Можно просто героя фокусить, реально. Потому что тут осидка, фейрифаер. Сразу ты вынужден прожимать бутылек. Ох, Арчо я случайно подбочил. Вынужден был фейрифаер. Ой, в смысле, виндвок сделать. Тут минус рейдер на подкрепе. До свидания. Талон отдается на борусе. Мелкие ошибки важны. Блэйд закупается сразу. Четыре предмета купил. Арчо на подкрепе. Надо тролля опять прикапывать, если есть ман. Ну, очень долго, конечно, мурыжет. У Лина 36 лимита. Бедолага. База выглядит, конечно, очень растрепанной. Почему арку нельзя в бейстрейд пойти? А у него армии уже нет такой. Ну, то есть он должен был это делать раньше. Вот когда в центр выбегал, он об этом, судя по движениям, даже думал. Идти, не идти. Бейстрейд можно идти, когда у тебя бетон есть. То есть самая плохая хрень для орка раньше была в бейстрейде, о том, что тебя просто борусы убивают. Ты размениваешь ТП на ТП, а потом у тебя все уже, беда. Но тут другая ситуация. И арчи, и талоны начинают не то, что без бонуса бить. Талоны там 200 же процентов, поэтому по старым борусам бьют. А по фортификейту у одних снижается в три раза урон, у других в два. Поэтому так быстро не пробить борус. Ну, он как медленно. Да-да-да, вот сейчас, кажется, Лин понимает, что ему с одной стороны вроде как сражаться нельзя. Ой, рейдер выходит зря, опять недоконтролил. Влечение прекраснейшее. Ох, снова Блейд подошел, смотрите-ка. Рассветочка. Ну, такая, такая долгая прикопка, ё-моё. Ничего, пофиксить в следующем патче. А пока терпим. По фортификейту всех в три раза меньше. Перепутал, надо переправить эту информацию. Мне кажется, только пирсинг в три раза режется, а магический урон в два раза. Нужна табличка-то старая, баянистая. Но за капс уже можно прописать. От Мэйна скоро ничего не останется. Главное здание уже того. Ой, там подрывники. Ну, вот это Мун хотел просто быстрее игру закончить и повзорвать Мэйн. Так, что там у нас еще? Треть, а магическая тоже треть. Да, сори. Короче, в три раза и то, и другое. А два раза у нас геройская, да? Окей. Ну, ждем. Да что ж такое? Там какой козел-то? Козел. Пятый. Пятый козел. Господи. Прикапывает тролля. Да ладно, тут еще можно выиграть, что ли? Алхимика начинает бить. Свиток у него есть? Да там арчи стояли в инвизе, черт знает сколько времени. Блэйда прикапывать надо, что ж ты делаешь-то? Я не понимаю, почему он оставляет с третьей прикопкой Блэйда работать. Они играют в бакамоле. Это как Боро и Фин. 4-4, 5-3. Героев нам не показывают. Там алхимик еле живой. Прикопка на... Там есть свиток. Сейчас будет свиток хороший. Криты, 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 криты. Прикапывать Блэйда нужно. Свиток. Прикапывать Блэйда. Блин, какой же ты... Да вверх. Хекс. Оооо. Да ладно! Мун, ты чё делаешь-то вообще? Вот это игра. Ладно, золото закончилось. 38 на 26. Козла не потеряй, Вась. Козла не потеряй. Минус Рейдер. Арчи вообще не контролит. Прикапывает. ГГ. Ну, короче, Мун с таким трудом. Он пришёл таймингово пушить где-то минуте на седьмой. И этот пуш продолжался, и Лин его сдерживал. До конца работы шахты. То есть это 15 минут. Столько было моментов, конечно. у Муна по отдачам юнитов. Весь вспотел просто. Странная игра получилась. Почему Лин не поставил две вышки, а один барак не начал клятать катапы? Катапы? Капаты? Во-первых, места не было внутри базы уже строить что-то. Надо вне строить. Тебя уже как бы вокруг такие вот рейджовые, которые всё сносят. Может быть, стоило раньше сделать мил и заказать в первом бараке, который долгое время стоял как раз от хотя бы одну катапульту, потому что она зонит отлично. Она бы не дала так долго находиться арчам, баракам, талонам поблизости, рядом с базой. Ката одна бы, одна бы ката, просто одна бы ката, очень много всего, ну, она сильно помогла бы. Их не надо массить, потому что это может боком выйти, ты можешь просто потом оказаться с, ну, типа отбиться, но с таким немобильным лимитом, что, ну, ничего ты с ним не сделаешь. Соколику отдельный привет. Блин, он уже такой выжатый просто взгляд как у... Сквозь просто монитор, сквозь эту сцену куда-то там дальше. Тупоумие. Это он, как сиктоид, тупоумие накидывает на лину. Что у них за уши такие? Да, скорее всего, стандартные звукоизолирующие. Схема, как вы видите, проверенная, то есть капельки в ушах, и сверху еще уши с хорошей звукоизоляцией, чтобы не слышно было комментариев, не слышно было криков из зала. Древняя такая проблема, которая подобным образом решается. Есть еще... Еще сверху кабинки можно ставить, совсем будет хорошо. Neutron. Neutron вспоминает в чатике. В смысле, будет англоязычный комментатор, он в чатике. Да, если Муна держит победу над Лином, то в случае внезапно, да, допустим, Фоги сегодня побеждает инфи, для Фогича это очень хороший противник. То есть он сложный, но по сравнению с Лином может быть даже более удобный. Но слишком много еще предположений. Лина, нельзя списывать со счетов. Одна заготовка, и как он стражался до конца. Сколько он там держался. Причем, я его списал уже давно-давно, потому что когда три барака окопанные стоят у орковской базы, и там уже лимит 50, а у тебя лимита меньше, там, на десятку, то, ну как, это все уже. Ну, то есть здесь, либо ты тыкаешь каким-то чудом в героев и заставляешь человека стелепортироваться для того, чтобы, ну, у тебя появилось некоторое время, чтобы убить бараки, сначала подлечиться и принять его следующую атаку. Вот, но он, я не знаю, и вроде у него были такие набеги, не очень местами удачные. То есть он, вспомните, за одним бараком, за древом ветров выбегал, там, терял ИЖХП, терял и рейдеров, барак там выживал, и, пффф, и тем не менее, он каким-то образом жил все это время. Нейтрон говорит, фоги готов и к лину, и к инфе, страты готовы, осталось хорошо исполнить. Ес! Вселяет надежду Нейтрон. Адаптируется, тоже адаптинг. Окей, ну только здесь без иронии использование этого слова. Скучающие фанаты, особенно радует девушка, которая сидит с пальто, вывернутым таким образом, что, знаете, как у хирургов. Может, у нее такое пальто, которое надевается тоже, и сзади застегивается. Класс! Выпадает венец благородства, имха самый лучший, все-таки артефакт для козла. Блэйд на спидах, бежит, думает, что криппинг на желтой точке, ооо, думает по таймингу успеть, оооо, минус 50 голды. Да, он перебежал, увидел, что барака там нет. Хотя, да, он добегал, он добежал, посмотрел, что там нет никого, и вынужденно начал Мурлоков бить. Как дела у Фогги? Ждем второго полуфинала, это первый полуфинал. Лин, ноль, Мун, один, а потом будет инфи против Фогги-чу. Ждем мы его, ждем разбор. Так, хорошая манти, еще выпадает 45 маны. Ну, тут немножко силы, опять же, венец благородства, который, видимо, был куплен. ТП нет, в магазин уже заходили, Lightning Shield, вот такой все. Нет, ЛС в такой ситуации, наверное, совсем не очень артефакт. То есть, требовательный контроль, не факт, что сложится игровая ситуация, когда ТЛС... А, это экспант был? В смысле? А почему у него тогда ресурсов на руках нет? Он сразу тыкнул Т2? Это был не эксп... Эксперты. А, нет, это был экспант. Он сразу, сразу вниз его поставил, поэтому у него ресурсов не оказалось. Моментальная реакция от Муна, то есть, ожидаемая отмена экспанда, потому что, ну, как бы козел в другом месте вообще бегает. И тут же, буквально спустя пару секунд, ставится новый. Ну, это, собственно, и дало мне повод, первый грунцер. Ну, тут первая прикопка. Попробует спасти грунцера. А вот нужно ли было сейчас второй раз прикапывать? А, там у него есть еще на всех случаях третья прикопка. Да, 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 нужно. Вы еще ману. Ай, добил гранта, тот повернулся к тебе лицом. Ну, так только орки и умирает. И примел смерть лицом к лицу, как в битве следует бойцу. Привнулся к Блэйдмастеру и... Давай, режь меня, брат. Много экспы просто дают. Кипра нельзя кормить. Пытается Кипра тут все-таки получить третий левел на мелких морлоках. Не хватает, естественно, ему на это. А грант бы помог. Вот, кстати, одно из применений лайтнинг-щелда. Отличное ускорение криппинга. Кажется, добил сейчас. А, опять добил! Что? Он двух добил ЛС. Да, эти умерли нормально. Ну, скорее всего, догадывается все-таки об экспандере. А, пофиг, это же свой ЛС. Блин, свой ЛС. Настолько я привык, что криппинг идет с ЛС через нейтралов, которые накидывали. А свой ЛС-то, естественно, опыт приносит. Что за тупизм. Извините, пожалуйста. Хорошо, что чатик не дает мне ошибаться грубо. Сразу. Спасибо. Шаманы? Виверны? Это очень опасно, как мы видели ранее. Ау. Это очень, очень необычный страт, который Линн играет здесь. Это пакет страт, который чинская орга-леди mencionала. Шаман Виверн. Он сейчас видит экспо. Так, аж роль шаманов здесь какая? Хирокил или Лайтинг Щилд на Таурена, чтобы Арчей убивать? Ну, понятно, что одним пуржем ты сыт не будешь. Не очень неудобно использовать пурж для того, чтобы контрить козла. Ну, потому что там как бы три энты выходят, а ты такой руками разводишь по 75 маны. Или сколько сейчас там пурж стоит? И все. Ну, может быть, он для Хирокила еще взял. Неплохо здесь скрипится. Очень хороший артефакт выпадает здесь. У Лина-то Грейт на Т2 был, до Барака заметили. Не обращал внимания. Не обращал, но, видимо, да. 65 уже, не 75. Хорошо. Ты помнишь, что-то его меняли, делали, делали подешевле. О! Подлак. Амулет Моаны выпадает Таурену. А там как что-то выпало киперу, он не обратил внимания. Какой-то артефакт. Надо посмотреть сейчас. Две Виверны. А, там Андедовская Аура. Да, для мобильности хороший артефакт, конечно. А, в РДК. Пошли в Орды. Обратите внимание на то, что в Орд стоит один на севере, контролирует эксп. Второй по центру, рядом с магазином. Так а зачем шаманы-то, в конце концов? Но, опять же, я думаю, Линн будет вредить на его герои. Зачем? Ну, посмотрим. Мне кажется, что он будет врываться, пытаться сделать ЛС, но это все равно все контррится дриадами. Четвертый кипер, как он это пробьет вообще? Ну, то есть, Линн здесь никаким макаром, при нормальном контроле, если только он в героя не тыкнет, не убьет эту базу никак. Просто никак. Две Виверны, два Гранта, три шаманы. Извините. Сразу прикопка. Пурдж. Ну, вот он законтрил одну прикопку, чуть сам не сдох шаман. Всю ману потратил. Добил своего шамана. Там понятно, что коты бы достали с ауры ДК. Что за... Что за странные стратегии? Что за странные стратегии? Не три, не три, там два с половиной, два с половиной у орка. Он пытается вроде... Ой, какие, смотрите, энты застряли. Господи. И умерли. Прикопать, таурена, стомп. Там стомп же, да? Не, не тратят ману. А шаманам, кажется, еще добавили урона, если я правильно помню. Опять пурдж. Надо с дриадок дожидаться просто и все. То есть тут, по сути, взять второго героя, Муну, и дождаться парочки дриад. Все. О, первые две дриады, извините. Штрафуют сразу одну виверну, вынужден на спидах отступать Мун. Ой, в смысле Лин, извините. Самое главное, что орку-то нужно сейчас, типа, убивать экспант. Как? Кстати, можно убить Блэйда. Почему нет? Дриада есть, вторая прикопка есть, сова есть. А, нет, просветки второй. Я понял. Он уйдет спокойно. Ну, либо надо было вперед идти, сову вешать на елку, если была бы сова. Тут Т2, Блэйда, естественно, никакого. Ну, и какой Блэйдласт? Если там масс дриады, они все задиспелят спокойно. В крайнем случае, что есть виспы. ВД, что? Не знаю, не знаю. Пошел в разводы, видимо. Не, он хочет 3-3 сделать. Да, пока он вообще не сражался. Сейчас дождется он до пятого козла, до лимита... А, уже 70, извините. Я хотел... А зачем ему этот айтем, если у него... Ну, хотя 4 гранта. Почти пятый козел. Очень плотный. 200 клетки. Ну, хотя 725 маны можно снять. 3-3 уже. И выпадает... Ловит на криппинге сейчас. Нужна прикопка. Прикапывает гранта, начинает штрафовать. Огромное количество коз. Таурен с ЛСом врывается. Его тут же диспейлят. Огромное количество грантов замедленны. Ищ пятый кипер. Инвул вынужден прожимать Таурен, потому что все очень плохо. Надо фокусить Виверн. Минус одна Виверна. Минус код. Что происходит, непонятно. Может... Нет, Таурена, конечно, страшновато убить. Очень красная все у Муна, свитка катастрофически не хватает. Есть еще Камень Жизни, падает еще одна Виверна. Дряды просто разуплотняют всех кастеров. Правда, Блэйд нарезает очень хорошо. Таурен топает до посинения. У него почти не осталось маны. Все гранты в ГГ, короче, пишем и выходим. Я не понимаю, в чем смысл вообще? В чем смысл? Виверн с шаманами. Какой? Виверн с шаманами. Какой смысл? Я вообще не понимаю. Комментаторы говорят, что Мун знал, что там будет, и переиграл. Контрус сделал. Какая контрастность? Он дефолтно вообще играл абсолютно. Что? 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 Как? Что? Что? Я не пойму. Ребят, подскажите, пожалуйста. Сейчас, может, подскажет. Это та стратегия, про которую Лин в интервью играл. Хорошо, но в чем ее смысл? Нейтрон говорит, от отчаяния решил попробовать. Муна с они играет не как дядя Муна. Я понял. Переиграть Муна. Я понял. В связи поинтересоваться, кто победил. Мун победил. Там по лимиту было... То есть у Орка где-то 36, а у него 60+. Ну и экспант стоит. То есть он должен был в этом сражении выигрывать, идти убивать экспант. По шаманам Поржа Пиньков, Двиверн убивает 10 ряд. Что? Джек, ты серьезно? Двиверн 10 ряд. Все просто. Отлично. Экспериментировал, экспериментировал, да не выэкспериментировал. Шаманой буду кидать ЛС... ЛС толпу и нахантов, но... Было слишком поздно. Ну да, если доживаешь до дриад, то вся вот эта вот хрень, она разваливается. То есть дриадами, в принципе, небольшое количество вив спокойно контрится. Ну то есть на хит-н-дране за счет яда и неманевренности. И все. Нет, ну Таурен со стомпом под ЛСом, это прикольно. Но никогда у врага уже полдюжины дриад. Потому что... Ну потому что... Виверн на экспант с шаманами. Нет, нет, нет. Может быть, он рассчитывал на большее количество хантресс, думал, что виверны зарешают, что они похорастят лучше экспант, может, отменят его пару раз. И... Не знаю. Короче, 2-0 выигрывает Мун. Лин в интервью воркворкер пишет, говорил о заготовке, об этой, и сказал, что против Муна может не сработать из дриад. Да какая разница, против Муна или не против Муна, она не работает против дриад. Она... Может быть, действительно, если эльф играет с... Не знаю, с... Дольше задерживается, короче, на Т1. То да, и первая виверна тебя напрягает, и... Ториэн, не дай бог, третий под лайфмищелдом, разуплотняет. В5, В5. Ряд не строит эльфа обычно. До сегодня, смотрит как сильный игрок, но Линн смотрит, и сейчас, на Тереносстан. Вспоминаю игры просто на турнире, через одного просто в лорнице играют против Орк. Через одного. Ну, там, не факт, что сразу дриады, ну, в смысле, некоторые в МГ там выходят дальше, но... Да, часто остаются дольше на Т1. Да, иногда продолжают масить хант с чакромами на Т2. Ну, скорее всего... Ладно, в общем. Ладно. Не думал он, что будет только дриад Арче, просто Фастом решил запущен, верно убирает первых дриад. Хан Шамана Апкипер. Ну, понятно. Он еще... Мне кажется, с таймингом немножко накосячил Линн, потому что... Потому что было время у Луну подстроиться. То есть, вот первая Виверна, когда появилась, до момента решающего сражения, помните, сколько времени прошло? Он успел с того момента 20 лимита сделать, по 70. И все это было в козах. А до этого сражения как такового не было. Да, скорее всего, там еще какие-то проблемы были с таймингом. Да-да, очень поздно. Он пытался, если помнишь, пытался навязать сражение 2,5-2,5 рядом с экспандом эльфа. Но потом отступал на спидах от четвертого кипера. И... Жуть просто. Просто жуть. Окей. Причем был лозерпик, да, ведь еще прошлая карта, типа арковская была. Ну, арковская, линовская, не знаю как. Куда дольше на Т1-5 хант была. Ну, это не трону, спроси, куда дольше. Он котами... Котами много убивал. Котов новых, много не бывает. Хорошо выбивает сейчас Лин артефакт. Перекидывает этот... Прост армор. Козлов на этот раз не везет с артефактами. Ну, когти такое. Когти... Тебе здоровья не добавят. Носки агилы тоже не нужны. Неплохо. Разведчика ушатали. Может, тут 3-2-2? Нет, тут никакой не 3-2-2. Тут тоже поздний барак, кстати. Сейчас бы в сингле 3-2-2 шить. Соперникам древним, особенно. Ну, Кипер тоже занимается, видите, выбиванием артефактов. Надеется на лучшее. Пошел экспо в неожиданном месте. Вы видите левый нижний угол. Ну как, это довольно дефолтное место. Просто на ТС-е Экс можно ставить в разных самых местах. То есть, от 3 точки, где их можно прикопать. И еще вокруг каждой из точек парочка есть, где можно построить их. То есть, если даже задаться целью найти эксп, который там с определенной вероятностью должен получиться, тебе нужно пробежать по... Ну, по всей карте, фактически. Ох, было бы красиво, если бы он чуть раньше успел подойти и заблочить козла. Там можно было прям поджать его, поджать. Лин сказал, что тут принципиально важна победа над Моном. Нужно обогнать его в топе призовым за все время. М-м-м! Ну, Лину-то уже деньги особо не нужны. Говорят, что он женат на китаяночке, дочери миллиардера. Поэтому ему эти 15 тысяч, или сколько там за первое место, копье просто, копье. Так. Выложил сероклеточку. Ну, потому что там все равно Блейд и не в невидимости. Нужно сейчас как-то выделить время и поставить базу. Кот преследует Блейда. Хорошая система, кстати, очень. Блейд трется рядышком, он проверяет как раз... Ой, смотрите, как грамотно. Козла подставил под... Рядом поставил двух арчей. Сработал, опять же, триггер на на Lightning Shield. Не показывает. Там Блейд подходит, там воровать артефакт, подходит, его прикапывают, скажет, нет, он подходит ближе. Ну, что же вы делаете? А псы, там там экшен идет на криппинге. Блейда окружают, кажется, прикапывают, окружают. Ну. Нет, ничего не происходит. Я нафантазировал просто. А могло быть. Могло быть. Большая бутылка маны. Здравствуйте. Добрый вечер. С предметами у Муны, конечно, все очень хорошо. Рядом Мисс Раллии пора ставить эти экспанд. Может, не его день. Это большой криппинг, который, по-моему, будет вставить. Если вы криппджак, даже если это просто гранты и герои, это супер-класса. Это не большой Найдов Армии. Это только три ручки. Сначала Мурлоков, пока дерево идет, криппом. Там криппы накидываются, он спокойно абсолютно. Линн не догадывается, может догадывается, но ничего не предпринимает относительно экспанда и там какого-то криппджака. У него тоже, кстати, выпадает большой бутылек маны. Баланс. Баланс. Идет ловить. Первый Блэд, ё-моё. Что ж так? Потом он в экспириенс. Ой, прикапывает. Левел ап. Господи. Почти четвертый. Аул. Нет. Была прикопка, Блэйд бы отсюда не ушел. О-о-о, еще одна прикопка. А смысл? А, да, может ДПС-а типа хватит. Да, но просветки-то нет. Нехорошо получилось. Ну, сейчас в атаку просто надо идти через Магаз. Все, до свидания. Реализовывать Блэйд, у тебя ставится база, у тебя доделался Т2, ты там делаешь там второго героя, планируешь делать лорницы. А, не, он собирается просто прокрепить еще, ну, может, для четвертого уровня, для артефакта. Да, там же, может быть, уже диспл по таймингу. Козел четвертый. Здравствуйте. Какая халява. Эти ваши эльфы. Чак, Руме. Т2. Просто маскаты его. На этот раз без дриад. Что там выпало козлу? Ну, покажите козла. Ну, он уже за артефакт взял. Вис палец, Сеху и... Блэйдмайстер. Это, кстати, отличный повод поймать его на криппинге здесь. Ну, а сам идет в... На лагере наемников. Там барак, там артефакт. Как раз последний слот можно забить. Пятый кипер? Не, мне казалось, что он еще не пятый, он четвертый. Четыре с половиной. Где пятый кипер? Сейчас покажут, как контролят. Плюс шесть. Это у нас что? Плюс шесть. О, Инта, плюс шесть. 555 маны у кипера. Очень, очень опасный козел. Очень опасный. Так, 50 лимита. И что он будет делать? Пуш со змейками. Во-первых, лагерь наемников есть. Можно взять сейчас сверх лимита. Хотя у него СХ, третий уровень, и с маной он может реально тут наспамить большое количество. Минус-кот. 54. Правляет двух котов лечиться на мейн. Показали бы. А что у нас там? Да, змейки, змейки по 30. Представляет зря, 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 зря. Энтов отдает так просто. Уже, кстати, грейджный энт, как вы видите. Блэйд накидывается. Мунтупит. Какое количество змейок здесь, ё-моё. Смотрите, что от котов остается. Ничего. Да нужны... Нужно закупиться в этом. В лагере наемников нужно закупиться. Берсерк. Огр-солдат. Желательно рейндж, конечно. Пропил ману. Пятый козёл. Ох, сейчас третий энт. И по 4 человека пойдут с 5 армора. Ну что, диспл есть у нас на такое количество энтов? Не, он тут просто весь лес трансформирует в энтов. Оп, кодой приходит. Схоп, съел. Купил тролля. Минус грант. Лавка доделывается. Красиво. 53-44. Очень грамотный магас от козла. Маны есть ещё. Мничка работает. Да, там, скорее всего, просто миллион арчей с грейдом на рейндж. Коты просто не выживают. И да, они особо и не нужны. То есть тут коты умирают, естественным образом. И заменяются теми же самыми энтами. Прикопал кодоя. Ещё энты. Правда, 3 человека, потому что было всего 3 ёлки в той ситуации. О, а вот и Огра подошёл, смотрите. Тролля подрезает справа Линн грамотно. Нет. Ай, хочется этого тролля подбрить, но он рискует из-за этого. Как он же спас этого? Инвул. Нет, не прожал. Пишем ГГ, выходим. 3-0, Мун. 3-0. 3-0. Так, стоп. Как звали человека, который там написал? Линн, у меня там аналитика на 19% больше, чем у Пуха. Линн будет чемпионом. Линн вылетел в полуфинале. Всё. Максимум, что ему светит, это топ-3. Как звали этого товарища? Какой у него был никнейм? Ребята, какой? Ну, такая игра странная. Ё-моё. Кэш поставил 100 баксов на Линн. Я понял. Ладно, стопаю запись. Сейчас залью её.